Как заработать денег на арбитраже схемного трафика? Выбираем оффер, находим инфлюенсера, оформляем аккаунт в социальной сети, запускаем рекламу, обрабатываем трафик и зарабатываем десятки тысяч долларов, как хвастаются многие арбитражники. Звучит просто, но как конкретно это сделать? И самое главное, будут ли какие-то последствия перед законом из-за использования такого рода подхода? Смотри это видео до конца, и ты получишь ответы на все эти вопросы. С вами Денис Логутенко. Погнали! Прежде чем перейти к конкретным шагам, мне нужно немножко вас ввести в курс дела. На сегодняшний день под схемным трафиком подразумевается два совершенно разных подхода работы с игроками. Подход номер один, это когда игроку предлагается конкретная схема обыгрыша казино. Типа, закинь денег на первый депозит, соверши там такие-таки действия, и ты гарантированно выиграешь. Так вот, это полная жесть, чернуха, с этим работать точно не нужно. Как правило, такие игроки закидывают первый депозит и сразу после него отваливаются, потому что нихрена они не выигрывают. Это чисто воды мошенничество. Рекламодатели такой трафик считают флотовым трафик, и эта история просто на один раз. В эту сторону идти совершенно вам не нужно. Во втором подходе качество игроков очень сильно отличается. Как правило, там используются другие креативы и совершенно другие подходы работы с игроками. В отличие от первого варианта, тут не приходит вся аудитория, кому нужны тупо деньги, которые готовы на это любой ценой, и они совершенно случайно там условно наткнулись на рекламное казино и гарантии, что они выиграют. Сюда приходят уже такие матерые, можно сказать, лудоманы, которые знают, куда пришли. И, как правило, в креативах как раз используются чуваки, там, инфлюенсеры, которые сидят и играют в казино, все это транслируют, и как раз эти ребята приходят и наблюдают за этим. И, соответственно, им не дается никакая гарантия выигрыша. По факту ведется их просто какое-то сопровождение, саппортинг. Рассказывается про продукт, как это работает, как устроены слоды, куда тыкать, что популярно, ну и, собственно, так далее. В истории с беттингом с ними работают спортивные аналитики, которые дают какие-то рекомендации по событиям, в которых, условно, игрок не разбирается. И, как итог, такие игроки живут гораздо дольше. У них дольше LTV, у них выше retention, и такой трафик рекламодатели с удовольствием принимают. Надеюсь, я смог вам понятно объяснить различия между двумя этими подходами. Сегодня как раз поговорим про второй вариант, где основная масса трафика привлекается через работу с инфлюенсерами. Собственно, тезисно расскажу, как это происходит. Первое, с чего все начинается, это выбор хорошего, то есть, конвертищего оффера. Тут я долго останавливаться не буду. Самое главное правило, которое нужно запомнить, хороший менеджер в партнерке или в рекламодателе, неважно, с кем вы работаете, это лучший ваш друг. Они супер заинтересованы, чтобы у вас был качественный трафик, его было много, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, что сейчас лучше всего льется. А еще лучше задайте вопрос, какой оффер заливает их внутренний, баинг, это будет очень хороший показатель. И на основе этой информации, собственно, берите оффер в работу. И, кстати, еще момент. Подобный трафик может быть разрешен не на всех офферах, поэтому обязательно нужно вам это прочекать, есть ли подобные схемы в разрешенных источникам трафика. Обычно подобные подходы используются практически во всех странах Латинской Америки, и СНГ, ну и сейчас и в том числе и Индия. Второе – это регистрация и оформление аккаунта в социальных сетях вашего инфлюенсера. Я знаю, есть ребята, которые воруют чужие фотки, их используют, я это категорически осуждаю. Самый лучший вариант – это сделать своего собственного инфлюенсера. Самое главное, чтобы он подходил под вашу гео, с кем вы работаете, как минимум разговаривал на языке вашего гео, а дальше все вполне стандартно, по-инфо-цыгански. Красиво его одеваете, арендуете тачку, делаете миллион фоточек, генерируете много контента и даете ему задачу подогревать аудиторию. Третье – это, собственно, привлечение трафика на саму страничку вашего инфлюенсера. Тема супер большая, огромное количество источников и вариантов существует, но вот по моей практике основная масса ребят работают именно с Фейсбуком. Кто, кстати, не смотрел мой выпуск про Фейсбук, обязательно посмотрите. И если коротко, то технически выглядит это следующим образом. С Фейсбука привлекается трафик на страничку инфлюенсера. Далее в шапке профиля у инфлюенсера делается или прямая ссылочка на телеграм-канал, или же в личке пишется сообщение с этой ссылкой. Далее игрок попадает в телеграм-канал, где уже, собственно, идет его прогрев. Ну и последнее, на мой взгляд, самое главное – это обработка трафика. От этого зависит ваша конверсия, как следствие, ваш заработок, то есть воронка по работе с клиентами. Как вы ведете клиента, что вы ему пишете, что вы ему говорите, как вы его мотивируете играть дальше и так далее, и так далее. У каждой команды есть свои подходы, которые постоянно они меняют, тестируют, усовершенствуют, потому что дорожает трафик, так как растет конкуренция, и нужно обязательно повышать свою конверсию. Но если вы хотите, чтобы я сделал отдельный выпуск именно по воронкам, как конкретно они строятся, напишите в комментариях, я обязательно что-нибудь наковыряю и запишу на эту тему отдельный видосик. И на этом, друзья, собственно, все. Обязательно поделитесь в комментариях, насколько я понятно донес до вас эту информацию. Отдельная благодарность за ваши подписки, мы потихонечку растем. Я реально прислушаюсь к вашему мнению. Если вы хотите, чтобы я кого-то особенного пригласил на подкаст, пишите тоже в комментариях или какую-то тему рассказал в своих видосиках, тоже пишите в комментах, я все это читаю. С вами был Денис Логутенко. Всех обнял. Пока.